Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключение нашего любимца Хэнка. Хэн, дружище, вставать тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка первым делом отведем его в туалет. Пусть пока он делает свои дела. Очень хорошо. Здорово, друзья. Отлично. И, друзья, сегодня вас ждет сюрприз. Сегодня мы будем открывать подсказки. Много пользователей и подписчиков просили это сделать. Но сейчас давайте-ка мы покупаем нашего Хэнка. Хэнка. Ой, бедняжка, еще и кушать хочет. Но не переживай, Хэнк. Сейчас мы тебя хорошенько помоем. Вот так. Здорово, замечательно, отлично. Вот такой вот забавно получился у нас Хэнк, король. В прошлой части мы одели ему вот такой вот костюм Цезаря плюс корона. Очень-очень здорово, замечательно все, друзья, получилось. А сейчас давайте-ка мы его покормим. Итак, Хэнк, что будем кушать? Так, давайте мы нашему Хэннку дадим какой-то хорошенький кусочек чего-то вкусненького. И пусть это будет вот этот замечательный кусочек пирога. Вот. Здорово, друзья. Купим вот этот чудесный кусочек пирога, кусочек тортика, отлично. И передадим поздравления. Итак, давайте-ка передадим привет. Наш подписчик Кристина Милакост просила, чтобы ей передать привет. И мы передаем ей привет. Кристиночка, большущий-большущий тебе привет от нашего щенка Хэнка. Ну и всего тебе самого лучшего. Вот. Давайте-ка покормим нашего Хэнка вот этим пирогом. Кроме того, еще Кристиночка просила открыть подсказки к Лиссабону. Итак, мы это все сделаем. Вот. Замечательно покормили Хэнка. Давайте-ка мы пойдем переоденем нашего Хэнка. А тогда уже посмотрим, что у нас с животными. И откроем подсказки, которые попросила нас Кристиночка и еще другие подписчики. Ну что, друзья, давайте-ка подберем какой-то необычный костюм. Либо какую-то необычную шапочку. Так, вот, друзья, давайте-ка мы подберем вот такой вот замечательный костюм Мима. Но шапочку поменяем. Шапочку поменяем. Давайте-ка мы выберем какую-то забавную ему шапочку. Либо шлем, либо прическу. Пишите в комментариях, какой вы хотите увидеть Хэнка. И мы для вас его с удовольствием сделаем. Смотрите, как здорово. Пляжные очки плюс костюм Мима. Довольно-таки забавный вариант. Ой, смотрите, друзья, как прикольно получается. Костюм Мима плюс шляпа из шариков. Довольно-таки забавный вариант. Давайте-ка мы ее выберем. А как здорово афроукладка идет. Очень-очень забавно. Ну что, друзья. Давайте-ка... Или вот, смотрите, тоже очень забавный вариант. Шляпа волшебника плюс костюм Мима. Тоже довольно-таки забавно. Возможно, друзья, на этом мы и остановимся. Да, кстати, нет других костюмчиков. Давайте-ка посмотрим что-нибудь прикольненького. Кстати, я вижу по цвету. Очень к шапке волшебника она фиолетовая. Подойдет вот этот. Вот этот, наверное, лучше подойдет. Посмотрите, друзья. Вот так. Вот так, наверное, это будет лучший вариант. Вот. Если взять шапку волшебника и вот этот костюмчик, футбольный. Это, наверное, будет лучший вариант. Давайте-ка мы его ставим. Вот. Вот такой и получился у нас необычный яркий Хэнк. Здорово, друзья. Давайте-ка посмотрим, как он у нас смотрится. Ну что я скажу. Неплохо, неплохо. А теперь, друзья, давайте-ка перейдем к нашему острову. К пляжу, водопаду или огненному плату. Ну пока давайте-ка посмотрим, не появилось ли новые животные у нас на водопаде. Итак, открываем, посмотрим. Вот. Подсвечивается у нас вот этот замечательный франк-пингвин. Давайте-ка посмотрим. Пингвин франк. Вот. Смотрите, друзья, какая замечательная. Начало фотосессии. Попалось редкое животное. Отлично. Давайте-ка положим какой-то из продуктов за кристаллики. Потому что очень много у нас редких животных. Ну давайте-ка положим что-то особое. Давайте-ка положим здесь ананас. Попробуем поймать редких животных. Вот так. Обновляем феромонами. И посмотрим, что из этого получится. Удастся ли нам привлечь каких-то редких, необычных животных. Что у нас делается. Итак, друзья, у нас собрано все животные. 121 и 120. Но не за всех, друзья, мы получили призы. Итак, вы видите, нет посвечивающихся животных. То есть ни одно животное нет. Итак, ну а сейчас, друзья, давайте-ка пока сделаем подсказочку кристине Миллокост. Она просила открыть нам Лиссабона. Лисичку. Давайте-ка мы зайдем в альбом. Посмотрим, что же нужно, чтобы открыть вот эту замечательную лисичку. Так, это у нас тигры. Это у нас птицы. Это у нас медведи. Так, вот это свиньи. Не то, не то, не то. Другую сторону, значит, друзья. Итак, мы ищем лисичку Лиссабон. Так, вот-вот-вот, шимпанзе, обезьяны не то, птицы, попугаи не то. Где-то у нас лисичка посередине. Так, смотрим-смотрим, друзья. Вот-вот. Итак, друзья, смотрите, какая у нас замечательная картина. Четыре из пяти у нас получены призы. А с Лиссабона только пять фотографий мы собрали. Итак, давайте-ка посмотрим подсказочки. Итак, смотрите, какие забавные подсказочки. То есть, Лиссабон водится на пляже. Кроме того, ей нужен вот такой вот приставка, телепорт и две игрушки. А из продуктов она любит гамбургер. Итак, друзья, посмотрите сверху фотографии. Я ее ловил на глобус, на приставку, на телепорт, на диван. И еще попалась мне с мыльными пузырями. Вот, у меня только пять фотографий. То есть, еще нужно собрать десять фотографий, чтобы получить приз. Ну вот, замечательно. С Лисой мы разобрались. Кроме того, друзья, один из подписчиков просил насчет шампанзе астронавта. Так, давайте мы посмотрим подсказочку насчет шампанзе астронавта. И так, и так, и так, смотрим, смотрим, где же у нас шампанзе. Так, вот, вот, смотрим. Ага, вот, смотрите, друзья, есть у нас шампанзе астронавт. То есть, я собрал пять из шести обезьян. Вот только синяя обезьяна у меня не все собраны фотографии, чтобы получить приз. А теперь смотрим насчет подсказки насчет шампанзе астронавта. Вот, шампанзе астронавт любит НЛО, любит карусель, любит чашку. И еще четвертая подсказка, давайте-ка посмотрим. И обезьяна очень любит тортик. Вот продукт для нее торт. На торт нужно ловить обезьяну астронавта. Но, друзья, я обезьяну астронавта ловил только на огненном платье. Больше нигде я ее не смог поймать. Хотя, вот, видите, какие забавные продукты. Так, ну что, друзья. Так, вот, смотрите, кстати. То есть на огненном платье, вот, в НЛО, с микрофоном, в бассейне, возле магнитофона. Так, телепорт, газонокосилка, корт для волетбола, карусель, дерево, колода. Еще шезлонг, карусель, книги. Еще, видите, здесь есть вот такой вот диско-шар. Лазер, отлично, пенек, ванная, еще один бассейн. Так, еще один телепорт, лазер, ковер с приставкой. Ага, вот музыкальный инструмент, бассейн. И еще вот такая автомойка. Ну, здорово, здорово. То есть астронавтам Шампадзе мы, друзья, разобрались. Замечательно. Так, еще меня просили насчет, один из подписчиков, насчет радужного хамелеона и панды. Ну, давайте-ка посмотрим, друзья. Что мы раньше найдем? Либо хамелеона, либо панду. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, слоны, лисы, бегемоты. Так, вот всякие ежики, дикобразы, лошади. Так, вот другие лошади, лоси. Так, это птицы, совы у нас, пингвины. А нам нужен хамелеон и панда. Ну, ищем, ищем пока, друзья. Так, хамелеон или панда. Так, вот, 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 вот. Здорово, друзья. Так, черепахи, крокодилы. Что-то мы не нашли. Перейдем с самого начала. Так, вот, свиньи, гризли. Вот, вот, есть, друзья, панда. Что нужно? Видите, тоже не все фотографии собраны. Только собраны 9 фотографий. Итак, что панде нужно? В панде нужен тортик, пища для привлечения, гонг, чашка. И четвертая подсказочка. Давайте-ка мы откроем. Посмотрим бассейн с шариками. Здорово, здорово. Ну, вот, с пандами, друзья, разобрались. Вернее, с пандой. А с мишками, смотрите, какая у меня замечательная картина. То есть, 5 из 4 собрано. Что-то бурый медведь снизу никак не может подгрузиться. То есть, 5 из 4 собрано, только вот эта пандочка не собрана, верхняя. Так, давайте-ка, друзья, еще посмотрим насчет хамелеона радужного. Просили, радужный хамелеон, радужный хамелеон, радужный хамелеон. Сейчас мы его поищем. Вот, есть, друзья. Это у нас есть пантерны, а у нас есть радужный хамелеон. Вот, кстати, видите, тоже хамелеон-хлорофил собрал, карма-хамелеон собрал, а радужный хамелеон только 5 из 15 фотографий собрал, не все фотографии собрал. Вот, чтобы поймать радужного хамелеона, подсказочки, диско-шар, вернее, площадка с диско-шаром, потом водопад, вторая подсказочка, корона и вот такой вот аттракцион-машинка. Вот, смотрите, друзья, видите, так и есть. То есть, первая фотография у меня с короной, вторая с диско-шарами на площадке, лазер, телепорт и вот эта машинка. Только 5 фотографий собрано. Неплохой результат. Очень хорошо. Так, а еще, кроме того, один из подписчиков попросил подобрать пингвина франта и антилопу. Ну, давайте-ка, друзья, посмотрим насчет пингвина франта и антилопы. Посмотрим, кто у нас раньше попадет, либо пингвин, либо антилопа. Вот, нашлась у нас антилопа. Так, что нужно, чтобы привлечь антилопу? Давайте-ка откроем. Итак, открываем первую подсказочку. Первая подсказочка у нас зелень. Антилопа любит зелень. Здорово. Вторая подсказочка. Открываем. Антилопа любит поливалку. Здорово, друзья. Хорошо. Третья подсказочка. У нас антилопа любит туалетную бумагу. Отлично. Кроме того, еще подсказочка. Антилопа любит качельки. Вот. Вот, здорово. Вот такие четыре подсказочки. У меня, видите, собраны подсказочки с разными животными. Тут у нас и барабанная установка, и стиральная машина. Запугало. Еще парк аттракционов. Кроме того, вот такое вот чучело человека. Ванны, качели. Так, посмотрим, что есть сейчас еще. Так, вот поливалка, батут, автомойка. Еще и вот такая вот забавная ванна. Чемодан с деньгами. Каруселька. Ящик. Шарами. НЛО. Дом из подушек. Ящик. Кроме того, еще здесь я вижу, еще есть скейт. Вот. Валетболная площадка. Машина. Лазер. Батут. Снеговик. Ну, то есть, множество фотографий уже собраны. Замечательно, друзья. Еще давайте-ка посмотрим насчет пингвина Франта. Так, пингвин Франт. Давайте-ка поищем. Где у нас пингвины? По-моему, пингвины где-то под конец. Где они попрятались? Так, это у нас лошади. Здорово. Это у нас животные с рогами. Птицы пошли. Вот, вот, пошли, друзья, у нас пингвин Франт. Вот, у меня тоже, видите, друзья, еще не все фотографии собраны с пингвинами. Ну, большинство собраны. Два из шести еще не собраны. То есть, не собраны все фотографии пингвина Франта и пингвина Подводника. Ну, давайте-ка, друзья, откроем подсказки пингвина Франта. Так, итак, первая подсказочка у нас. Глобус. Замечательно. Вторая подсказочка у нас. Давайте-ка откроем. Вот такой вот замечательный пляж. Здорово. Третья подсказочка у нас. Скейтборд. Здорово, друзья. И четвертая подсказочка у нас. Давайте-ка, друзья, посмотрим. Пицца. Кусочек пиццы. Очень здорово, друзья. Вот так замечательно. Кстати, сверху вы еще можете увидеть, на что я ловин. Вот этого пингвина Франта. Это на книги, на ящик, на лампу, на ящик с шариками, на пенек, на водяной матрас, ледяную избу. Стиральную машину, на глобус, на мяч, на скейт. Еще что там. Ага. Вот. На приставку, на аттракцион машинку, на вентилятор, кресло, качельку, подушку. И еще вот такой вот разбрызгиватель. Ну, здорово, здорово. То есть, с пингвином Франтом мы, друзья, разобрались. И вот еще один подписчик у меня просил насчет белого тигра и рыси. И сегодня уже с подсказками, друзья, всем подписчикам, которые просили, мы сделаем. То есть, осталось белый тигр и рысь. Это в самом начале. Где-то у нас есть вот эти животные. Вот, снежный барс, есть рысь. Вот, белый тигр у нас. Все фотографии собраны. Давайте-ка мы с белого тигра начнем. Вот, друзья. Так, вот видите, белый тигр любит пенек. Это еще у нас вот такой вот синтезатор. Любит он пляж и любит вот картофель. Картофель фри. Вот, замечательно. А это пенек с цветочками. Да. Здорово. Кроме того, смотрите, друзья, на что я ловил белого тигра. На магнитофон, на синий водяной матрас, на стиральную машину, унитаз, вентилятор, ковер, зеленый шар, вот такой попрыгун. И еще волетбольный мяч, диско-клуб, на синюю шерсть, подушку, ящик с шарами, шезлонг, на чучело синее. Ну, пенек с цветочками, это подсказка. Ледяная хижина, башмак, розовый матрас. Кроме того, еще, смотрите, на глобус поймал, на кресло качалку, туалетную бумагу, качельку и водяной распылитель. Здорово, здорово, друзья. Итак, еще последний, уже что у нас осталось, осталась рысь. И, друзья, всем уже я нашим подписчикам ответил на все подсказки, которые вы просили. Есть, кому еще нужна подсказка, пишите. Итак, последняя подсказка, рысь. Чтобы привлечь рысь, нужна подушка из еды блины. Еще нужен пенек, игрушка. Еще нужна стиральная машина, вот. То есть, находят две игрушки, три игрушки, подушка, пенек и стиральная машина. И, кроме того, еще еда блины. Вот эти блины. Здорово. Так, вот видите, я привлекал нашу рысь на пенек, на шезлонг, на футбольный мяч, на глобус. Еще один шезлонг, стиральная машина. Тут что-то подгружается. Так, ящик с шарами, диско-клуб, вот на зеленый шар. Кроме того, вот на такой вот портрет, на книги, на пенек обычный, без светов. Так, музыкальный вот такой вот инструмент, коврик, волетбольный мяч, туалетную бумагу и на подушку. Здорово. Здорово, друзья. Ну, а сейчас давайте-ка вернемся к нашим животным. Давайте-ка посмотрим, что делается у нас. Ну, что, скажу. Давайте-ка вернемся с вами к водопаду. Посмотрим, что здесь у нас, друзья, делается. Давайте-ка посмотрим, получилось ли сюда, возможно, на редких животных. И вот, смотрите, друзья, как здорово попался. У нас хатлатый пингвин. Давайте-ка мы его сфотографируем. Что-то я не помню, собрано. Да, собраны у нас уже награды за хатлатого пингвина. Здесь никого больше нет. Ну, что, давайте-ка положим какой-то редкий продукт. Редкую какую-то пищу. Давайте-ка я куплю за кристаллы вот этот тортик. В прошлом видео я менял здесь игрушки. Пока давайте-ка обновим. Посмотрим, не получится ли привлечь лет редких животных. Хотя бы несколько раз. Если не получится, будем менять игрушки, друзья. Так, здорово, здорово. И так идет обновление. Что-то после последних обновлений у меня телефон притормаживает. До этого, друзья, не было. Очень... Ой, да-да-да, здорово. Ну, наконец, очень проблема собрать вот этих редких кроликов. Никак их не могу собрать. Вот, смотрите, друзья, попался у нас редкий кролик. Кролик-весельчак. Девятое фото. Особые животные. Замечательно. Очень приятно. Друзья, очень долго за ними охочусь. Очень трудно их собрать. Кроме того, добавим декабраза. Но за декабраза мы уже получили награду. Отлично. Отлично. Так, посмотрим, что здесь, кстати. За пандочку я тоже не помню. Да, не все фотографии у нас с пандой собраны. Но, тем не менее, видите, панда не подсвечивается. Значит, эта фотография с арфой у нас есть. Так, ну что, что скажу, друзья. Здорово. Хоть тут и подсвечивается у нас вот эта красная панда. Но за нее награду мы получили. Это просто ради коллекции возможно добавить фотографию. Вот так. Здорово. То есть, тут все хорошо. Давайте-ка, друзья, еще раз обновим фотографию. То есть, поймали одного редкого животного. Это на нашем уровне очень здорово. Потому что очень-очень уже трудно ловить животных. Так, вот. Появился у нас синий крокодил. Но он не посвечивается. И да, да, здорово, друзья. Смотрите, попалась вот эта синяя обезьяна. Один из редких животных, которых очень трудно ловить. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Вот. Смотрите, какое хорошее фото. Вот девятая фотография. Замечательно, замечательно. Очень хорошо, друзья. Очень приятно. Давайте мы еще вот этого бурового мишку сфотографируем. Ну, за него награду тоже мы получили. Просто для коллекции. Вот. Здорово, здорово. Ну, что скажу. Замечательно. Так, давайте-ка, друзья, еще раз обновим феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Единорог, к сожалению, у нас уже собран. С этой, с вот этой фотографией. Ну, если не будет животных, перейдем, друзья, на огненная плата. И попробуем игрушки с вами обновить. Так, что здесь у нас? Что здесь у нас интересного? Ну, вот. Носорожка только посвечивается. И вот этот, вот этот попугай. Но за него, по-моему, мы тоже уже, друзья, да, видите, награду получили. Для коллекции просто сфотографировали. Ну, и за носорожку мы тоже уже, друзья, получили награду. Просто для коллекции. Ну, что, пойдем тогда к огненному плату. Так, возвращаемся, друзья. Посмотрим, что там делается. Отлично, отлично. Итак, смотрим, смотрим, друзья. Открываем. Вот, что у нас получится. Давайте-ка посмотрим. Так, вот посвечивается у нас белый конь, носорог. Ну, за этих животных мы все уже получили, получили с вами призы, награду. Просто ради коллекции разве добавлять фотографии. Вот так. И за носорога тоже. Ну, давайте-ка сфотографируем, пусть уже будет для коллекции. Вот так, замечательно. И еще давайте-ка слоника сфотографируем. Смотрите, какой красавец. Здорово, здорово. Очень хороший серый слон. Замечательно. Итак, добавили фотографию. А сейчас, друзья, давайте-ка мы положим какой-то редкий продукт. Пусть это будет торт. Закристаллы. Возможно, получится еще каких-то редких животных добыть. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Так. Я вот только думаю, друзья, стоит ли продолжать игру, потому что очень времени пошло на открытие подсказок. Друзья, давайте-ка. Вот, да, 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 да. Вот, друзья, смотрите, здорово. Попался нам вот этот редкий крокодил. Это у нас, по-моему, аллигатор. Вот, смотрите, здорово. Десятое фото. Отлично проходит фотосессия. То есть много редких животных сегодня открыли. Замечательно, замечательно. Вот подсвечивается еще и еж у нас подсвечивается. Замечательно. Но за него награда, видите, друзья, тоже собрана. Просто для коллекции собираем фото. Этот у нас тюлень тоже подсвечивает гренландский. Награда получена, получена. Здорово. Замечательно, друзья. Вот еще и мамонт подсвечивается. Тоже за него награда получена. Ничего. Здорово, здорово, друзья. Очень хорошо. Ну, что я скажу. Давайте-ка мы еще раз разок обновим феромонами. Попробуем привлечь животных. И на этом, друзья, уже будем прощаться. Потому что очень много времени пошло на подсказки. А если вы хотите посмотреть другие приключения нашего Хэнка, друзья, смотрите, в плейлистах будет ссылочка с подсказочкой на другие видео. Пока давайте-ка еще вот этого тюленя для коллекции добавим себе. То есть, друзья, в конце видео ссылочка на другие видео с нашим Хэнком. Подписывайтесь, друзья, смотрите, ставьте лайки и ожидайте новых серий. А мы возвращаемся назад. Уложим Хэнка отдыхать. Вот так. Возвращаемся домой. Посмотрим, в каком он состоянии. Да, да. Видите, друзья, очень устал. Итак, друзья, на этом прощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok